Господи, помилуй, Господи, прости, Помоги мне, Боже, Хрест твой зонести. Ты прошел славу свой сердистый путь, И воскрес без ладок, отрывая грудь, И за нас распятым, кто-то ты терпел, За людей моих... Вот эти иконы поближе снимем, вот эти две. Она икона с чечистой мощи Дмитрия Солонского, а потом Арламыча Хойского. А вот эти две иконы с мощами, И вот эти иконы с мощами я вам покажу. Передонцы Мехутского мощи. Чьи мощи? Передонцы Мехутского. Первый праздничного дворца, икона. У нас три постоянных иконы с мощами, троих святых, Передонцы Мехутского, Дмитрия Солонского и Арламыча Хойского. Это у нас всегда наши храмовые. А кто их нам, ну, преподносите? Здесь наши русские полосанки. Мужцы Корпейского дверя. Наши мучки Сейна Паралёна. И... Кабачка Андрея. Вот здесь... Иконы так. А сейчас вчера мы сделали, Вчера мы сделали, Батулина. Здесь жены... Ну что, на мироносе. На мироносе. Жены... Мученицы. 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 Женщин, да? Святых. Учититься мощей. Одной иконой. Все они... Приделанные. Они были по отдельности раньше. Мы привозим сейчас к Реческому монастыря. Это они здесь некоторое время, да? Да. На две недели привезли. Во-первых, в апреля. Потом, у нас есть связь по благословению Игумени. Монастыря. И благословение Батюшка. Мы приводим мощь и молимся. Крестовыми ходами ходим вокруг дома. Открылись. В 2011 году. Вот было 10 лет нынешнего. Со дня открытия храма. Вот каждый раз... Не то, что там сразу построились, Да мы каждый год потихоньку Добавляемся и строимся. Не так, как другие храмы, допустим, Открылись. Построились и открылись, да? А у нас потихоньку, каждый раз Добавляются и те же иконы, А были разные. И потихоньку добавляются каждый раз. У нас по-другому, маленький. Финансирование у нас нет как такового. Находятся люди, которые... У нас на Руси много людей хороших, Которые занимаются благословительностью. И вот за счет их, Слава Богу, что у нас есть такие люди, да? За счет их денег они приходят, смотрят И купляют, и восстанавливают нам, помогают. Ну, в этот храм ходят только домочадцы нашего дома Или кто-то вокруг дома? Нет. Кто знает наш храм, допустим, Тогда продолжается много народу бывает. Мы вот каждые две недели ездим, Собой паломников берем в монастырь. Те, которые в домах хотят, Вопрос в машине, место есть. Пять-шесть человек всегда каждый раз ездит в монастырь. Мы зимой через каждые две недели езжу, Крафик у меня, А то Матушка Ихова отправляет. Мы в одно время отдыхали, Когда поменяли его, да? Дерри месяц у нас. Мы не ездили. Лучше опять воно ездит и все. Ездим туда, там молимся. Общаемся на седы и сюда приезжаем. Мощи привозим на две недели. Молимся. Батюшка приходит. И потом мы будем обратно. Вот примерно как-то так. Ну а вообще чья идея была создать здесь, Именно в этом доме? Такое святое место. Именно целенаправленное, да? Что я вот хочу храм построить, Такого не было у меня. Просто у меня первая идея была, Муж был батюшку. Первый отец заехал сюда, Ну надо было осветить квартиру. Я нашел батюшку, отца Михаила Литвинову. Попросил его, он приехал, осветил квартиру. Вот дальше этим закончилось, да? А потом вышел с Леонида Шевченко Через знакомых людей. Он приехал и попросил. Вот здесь у нас раньше был теннис стоял. Мы стол отодвигали, Там божницу стояли, иконы. И молились. Ну там, когда батюшки время есть, Приедет это было, Когда при Забайкальской епархии. В 10-м году образовалась наша Угандинско-Мурятская епархия. И митрополит потом Савати пришел. Он благословил. И мы начали строить храм. В 10-м году где-то. В 11-м открытии. Там было, видишь, Шестена была закрыта. Потихоньку, каждый год, Добавляемся, расширяемся. Здесь был теннис играли. Там мастерская была. Объединили все. Там мастерская епархия. Там мастерская епархия. В другом месте. Похоже на мастерскую. Здесь проходной двор был. Мы закрыли маленько. Ну, так кажется, так. Божьей помощью, Каждый год что-то расширяется, да. Добавляется. Ну, 10 лет было со дня открытия официального закона. В этом году? В этом году было 10 лет, да. Ну, а вообще при открытии какие-то были камни проткновения? Кто-то мешал помехи или все? Прямо так, чуть-чуть, потихонечку и все. Очень много было. Знаешь, это же пожаловаться, наверное. Будет еще. Тем более, я не хочу, чтобы где-то там высвечивались, да. В интернете что-то ставлю. Нет, конечно. Без этого не бывает. Ну, мы в чем говорим, да. С молитвой. По благословению батюшки. Именно. Не от того, что мы такие хорошие хотим. А зависит, наверное, на мое мнение, что очень много от батюшки. А по благословению батюшки, да. Все вопросы, нюансы, все через батюшку. То, что мы такие бравые сами можем, нет такого. Тут так кажется, что по светски, по межскому думать, да. Захотел, построил там что-то, где-то магазин, да. Это другое. А тут в храме это все другое. Без благословения батюшки, без его участия, да. Ничего не делается. Так кажется, как будто все нормально. А на самом деле нет. Вот когда батюшка благословит, все. Это вот оно само по себе получается с Боевой помощью. Я не знаю, вот факт. То, что я действительно знаю и убедился в этом, что без благословения ничего не бывает. Патюшка благословит, все получается с Божьей помощью. А все увынено Господу. А не в том, что мы такие правы. Всего лишь. Спасибо большое. Мы будем молиться, верить. И у нас все будет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.